МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Губернатор также призвал не затягивать с заключением контрактов по проектам 2021 года. Ученики младших классов в восьми самых крупных городах Ставрополя со следующего понедельника перейдут на дистанционное обучение. Об этом рассказала первый заместитель министра образования региона Наталья Лаврова. Ученики с пятого по одиннадцатый класс в Благодарном Буденновске, Георгиевске, Михайловске, Нейномыске, Новоалександровске, Ставрополе и Пятигорске уже перешли на занятия на дому. С начала недели к ним присоединятся и младшие школьники. Такой режим обучения продлится до начала зимних каникул. Вот эта эпидемиологическая пауза позволит нам, способствуя тому, чтобы система здравоохранения работала в штатном режиме, в свою очередь мы сделаем все возможное для того, чтобы сохранить здоровье детей, педагогов, всех участников образовательного процесса, создав при этом комфортные условия обучения. При этом коронавирус не сможет разрушить зимнюю новогоднюю сказку. В садиках и школах пройдут праздничные елки, правда без родителей и других посторонних лиц. Школьники с первого по четвертый класс, как и в предыдущие годы, получат подарки от губернатора Владимира Владимирова. Это подарок весом полтора килограмма, это хорошие качественные конфеты отечественных производителей, и мы надеемся, что этот сладкий подарок, конечно же, станет такой радостью для наших детей. Невиномыски отреставрировали памятник красным партизанам, погибшим в годы Гражданской войны. Специалисты отремонтировали постамент, скульптуру и барельефы, а также привели в порядок прилегающие территории и установили освещение. Работы прошли в рамках госпрограммы Ставропольского края сохранения и развития культуры. Новый спортзал и мастерскую для уроков технологии построят для учеников школы номер 5 в Светлограде. Помещение оснастят специализированным современным оборудованием. До конца года заключат контракт на выполнение работ, а завершится строительство уже в следующем году. Оно пройдет в рамках госпрограммы Ставропольского края развития образования. В Уденовском муниципальном округе отремонтировали освещение на двух участках региональных дорог. Уличные фонари теперь светят на трассах Светлоград-Благодарный Буденовск и Александровская-Новоселецкая-Буденовск. Хорошее освещение даст водителям необходимый обзор.